Ну что ты, шеф, думаешь о расследованиях Навального, когда он позвонил якобы своему отравителю? Ну, это расследование, честно говоря, я вообще вижу, что сейчас идет какая-то такая волна, так сказать, дискредитации наших силовых органов. В первую очередь, Федеральная служба безопасности. Я не знаю, до каких пор мы должны будем терпеть эти вольности господина Навального, который сейчас из Германии вещает. Каждое его вот это расследование идет под уголовную статью. Вообще все его соратники, в принципе, изменники родин. Так можно уже их начинать по этим каким-то статьям суть. Я не понимаю, до каких пор у Навального будет крыша в нашей стране. Вот в частности, мы же с ним когда дрались, все уголовные дела, все административки, все связано именно с теми людьми, которые крышуют это. И сейчас кто-то в администрации, видимо, опять-таки из тех, кто его вел и так далее, мы знаем об этом наверняка практически. Видимо, надеется, что Навальный одумается, там и что-то такое произойдет с его умом и так далее. Сейчас он один выскочил, с его трусами перед ФСБ. До каких пор мы, граждане России, будем вот это все терпеть? А может быть, не надо было отряды Путина, уголовные дела заводить на отряды Путина, штрафовать, когда они боролись с Навальным? Может, не надо было этого делать в нашей стране? Набиты наши органы, к сожалению, я имею в виду не силовые, а органы власти, в общем-то, сторонниками, ну даже не сторонниками, как я сказал, а людьми, которые какие-то странные там вывороты в политике делают, которые якобы приведут к чему-то. В результате они привели к тому, что Навальный стал фигурой первого значения в нашей стране. Сейчас удрал в Германию и оттуда вещает. Конечно, это стратегическая ошибка Навального удрать в Германию и оттуда вещать, а не сидеть у нас, допустим, на родине, но, тем не менее, и этого хватает. На сегодняшний день вопросы задаются прямо президенту, главе там его администрации, Пескова вообще засыпали. И самое главное, самое главное, принижается роль российского руководства в чем? Что все время все пытаются обсуждать нижнее белье Навального. Вот за это администрации президента кое-кто должен ответить. Те, кто его вел, ну я что? Да, кто-то же раскручивал. Его раскручивали. Когда мы Громино, так сказать, посещали штабы Навального, по нам наносили удары в ответ не Навальнисты, а власть, которая в частности в крае, вот по сей день она существует. Вот пускай они ответят, ради кого, кто им приказал нас тогда гасить, и все станет ясно, докуда проникла эта Навальнистская зараза, в частности на Кубани, например. Я уверен, что и в России вся эта фигня тоже. Когда мальчики откуда-то сюда звонят и решают все вопросы любого значения. На сегодняшний день Навальнисты имеют больше прав в России, чем любой сторонник нашего президента. Как это сложилась ситуация? Вопрос другой. Вот сейчас как раз вот тем провалившимся нашим чиновникам, которые вели господина Навального, который сбунтовался, взбрыкнулся, елки-палки, и надо ответить за свой вот этот вот супер-гиперпроект под названием Навальный. Сдох же он, помнишь, в 12-м году мы все его погасили. Кто его поднял опять на это самое? Кто стал? Я не буду называть фамилии, давай так, чтобы нас опять не судили. Ну вы вспомните, при каком руководителе внутренней политики опять Навальный поднялся на волне. Что этот руководитель сейчас ответит? Вот он же это сделал. Он же ему разрешил по всей стране. Что, какие нахер штабы в нашей стране можно было открывать, скажи мне? Почти во всех регионах это нужно было иметь, и к этому, так сказать, ну не будем уже называть все своими именами, потому что все, что мы думаем, если назовем, ну это будет чересчур, все-таки будет бить по нашему государству. Но этот парень мог штабы в каждом городе, и так далее, и так далее. В результате, когда мы с дуру, послушав нашего президента, защитите Родину, защитите Родину, пошли и разнесли кубанские, этот самый, что мы в ответ получили? Мы получили налеты силовиков, взрывы, выстрелы, уголовные дела, которые ели, и все за любимца властей Навального. Мы страдали за Навального теперь, и по сей день это продолжается. Ну что, пускай кто-нибудь во власти ответит за этого господина Навального, трусы которого ему сейчас, им приносят и вносуют. Позор какой, какой страшный, до этого дожить. Спецслужбы наши там рядом не ходили, правильно Путин сказал? Если бы хотели бы, то его бы не было. Я не знаю, какая, вот как эту бабу зовут-то, что вот эта шайка шобла, боюсь я лично, мое субъективное мнение, что они его, хан, решили сделать вместо Немцова кем-то там, да, но не получилось. Какой к черту новичок? Ну сегодня, слушаем, один с трусами, манской, кто такой манской, даже не знаю, какой-то дятел, явно которого снабжает, опять-таки, государство деньгами, на фильмы вышел с трусами, к ФСБ был арестован. Вчера это Любка Соболь, блин, это же вообще страшное дело. Вообще тоже было где-то, все где-то арестованы, и против них никто не действует. Дайте волю отрядам Путина, не останется ни одного навальниста законным, нет, нам нельзя, нам надо тут бороться с властями, видишь ли, каким-то невероятным, нас надо выкидывать из офиса. Потому что Навальный им нравится, а мы, отряды Путина, им не нравятся. Властям Навальный понятнее, я понимаю, но Владимир Путин не призывал Навального на свою сторону. Навального придумали, мы уже сказали где. А вот мы все действуем за Путина по зову сердца, и наши все люди. И если нужно, конечно, здесь уж мы точно стоим, в Москве тоже остановим. Но нужна какая-то, все-таки, воля, воля государства разделаться с этим уродом, который нашу страну теперь продает в Германии, Сидичи. Конечно, он не собирается возвращаться в Россию. Уже понятно с этой историей. Но все-таки надо с этим всем разобраться и не давать подлецам спокойно действовать в нашей стране и разлагать всю нашу молодежь. Вот это я считаю нужным и правильным.